Сука, суп он не хочет, есть мелкий кусок дерьма. Примерно вот так вот выражают недовольство нашей матери, но здесь в США это то, что мне очень не нравится в жизни в Техасе, кроме того, что я здесь уворачиваюсь от пуль, потому что здесь гражданская война. Еще здесь дети имеют какую-то нереальную власть над родителями, я вам просто расскажу историю, от которой вы сейчас с ума сойдете. В общем, я знал одного человека, я не знаю, чем закончилась его история, но суть в том, что он сидел в тюрьме за то, что его ребенок пошел в школу и на нем нашли синяки. Да, здесь, если вы останете синяки на ребенке, он может даже упасть сам, но если синяки похожи на вот что-то типа от ремня, это можете сразу в школу. Либо если вы послали ребенка в школу с такими следами, неважно где, если случайно увидят, вы можете паковать манатки и выезжать из страны сразу, потому что это будет лучшим для вас выходом, потому что вы окажетесь просто в тюрьме. И там серьезные сроки, там на года вы будете сидеть. Суть фишки в том, что он действительно наказал этот человек, действительно, которого я знаю, наказал своего ребенка, действительно оставил синяки от ремня, он хотел бить по заднице, но чувак защищал, ну в смысле ребенок защищал. Он защищался руками и в итоге следы остались на руках. В следующий день он пошел в школу и там заметили и вызвали службу. Служба пришла домой, а мать подтвердила, сказала, да, вот такой плохой муж тебе издевается над ребенком, наказывает его ремнем. И чувак пошел в тюрьму и у него, как правило, если ты совершаешь насилие над кем-то в Соединенных Штатах, автоматически без просьбы, без разрешения этой самой жертвы, типа жертвой, ну на самом деле не важно жертва она или нет, у тебя получается ограничительный ордер к этому человеку. Ты не можешь приближаться на 200 футов к его дому, к нему самому, не можешь никаким образом с ним контактировать и с членами его семьи. В данном случае это его собственный ребенок, а значит вся его семья и его собственный дом, за который он платит аренду. Он сел в тюрьму, он потерял работу, в итоге он не смог платить аренду за тот дом, в котором жила его собственная семья и та мать, его жена, и тот ребенок, который на него напиздели. В итоге их выгнали из дома, но он единственный был источник денег в семье, поэтому как бы у матери тоже забрали детей, потому что она теперь не способна содержать ребенка, потому что нет условий для проживания, нет где жить детям. То есть она лишилась прав на ребенка, временно, по крайней мере. Он отсидел в тюрьме, во-первых, им всей семьей пришлось платить бонд, это лог, который ты оставляешь для того, чтобы выйти из тюрьмы, но он потерял уже работу, он не смог платить за дом, и в итоге все, конец истории. Детей больше нет ни у него, ни у матери, все жалеют, дети плачут, мать плачет, нахуй делать было, непонятно. И вот эти вот законы, где дети какую-то огромную власть над родителями имеют, это просто бич США, по моему мнению. Ты не имеешь права здесь тронуть ребенка вообще, если ты кричишь на ребенка, это уже буллинг, это уже плохо, это уже может быть там соседи могут копов вызвать. Короче, вот одна из немногих должностей, если это можно так назвать, которые хуже в США, чем в остальном мире, ну скажем так, в постсоветском пространстве, это быть родителем. Здесь это реально беда. Но, с другой стороны, быть ребенком вообще не проблема, потому что вспоминайте, как нас пиздили, и мы ничего не могли сделать, некому пожаловаться. И нас булили и говорили, какой ты дебил, а вон сосед Вася там насколько лучше учится и вообще уже работает, а ты идиот у нас в семье. Вот здесь вот так нельзя, это сразу копов, блядь, и все, сразу беда. Здесь лучше быть ребенком, но хуже быть родителем. Продолжение следует...